Вы по образованию инженер-ракетчик, и довольно долго, поносившись по России, занимавшись исследовательской, геологической работой, потом вы попали в литературу, публицистику, философию. Что подтолкнуло бросить это все, но, получив такое образование, заняться совершенно другим родом деятельности? Я рос в гуманитарной среде, в семье, и я поприваю свои гуманитарии, и увлекся технократии, техносферой только под воздействием атмосферы, которая в ту пору царила вокруг меня. Это была атмосфера нарастающего космического бума. Еще не говорили о космосе, но все вещало о том, что что-то происходит в небе. И каждый парад, каждую осень и весну мимо его дома в форточке были видны эскадрильи новых самолетов. Такое ощущение, что где-то была матка, из которой вылетали эти потрясающие истребители, штурмовики, огромные бомбовозы, гигантские. Все это неслось надо мной, и мое воображение молодое было этим захвачено, и я решил пойти в авиационный институт. И очень вскоре я увиделся, что все-таки гуманитарная порта основа сильнее, окончил вуз, очень мало проработал в ракетной сфере, и захотел писать свои рассказы, свои повести, и принял такое в ту пору не слишком романтическое решение. Я решил броситься с него и ехать в леса. Я устроился лесником, жил в деревне, охранял там леса и бродил по весим, одновременно писал свои первые опусы, которые не сохранились, потому что были ученические. С тех пор я не оставляю перо, которое сменилось с компьютером, естественно, и все свои силы отдаю художеству. Художеству, книгам, романам. В прошлом году у меня вышло собрание сочинений в 15 томах моих, но никогда не оставлял журналистику, потому что для меня журнализм – это инструмент проникновения в реальность. Через свой журналистский пафос, код журналистский, я проникаю в абсолютно закрытые и недоступные многим людям сферы. Это и закрытые военные заводы, и техносферы, и горячие точки. Вот только что я вернулся из сектора газа, где я был в качестве журналиста, но привез оттуда массу таких вот метафорических художественных впечатлений. Поэтому техника и наука, они остаются для меня очень важными, потому что сегодняшний мир очень технократичен, он военно-технократичен. Но превращение этой техносферы в художественную метафору – это уже как бы свойство художника. По поводу журналистской вашей стези, вы еще в советскую эпоху побывали в самых, наверное, горячих точках. Это и Афганистан, и Камбоджа, и Никарагуа, Ангола. Потому что сейчас мир, по-моему, еще более опасный, чем был тогда. Хотя тогда, казалось, опаснее невозможно. Мир чуть ли не на пороге атомной войны стоял. Вы как-то очень пронзительно, философски обрисовали нынешнее положение дел – мир меняет кожу. Что под этой кожей? Война? Революция? Не странно, человечество с момента своего образования, оно никогда не отказывалось от бротика, копья, боевой колесницы, ударов в спину ножом, стилетом, а потом гаубицы, базуки, ядерные бомбы. И конфликты, которые заложены в человечество, они по-прежнему разрешаются силой или спецоперациями. Только сейчас риск применения силы, ну, с начала XX века, он все увеличивается и превратает апокалиптические значения. Тогда, когда я посещал горячие точки, мне казалось, что эти точки находятся за пределами моей родины. А потом, в свечении обстоятельств, эти точки все ближе и ближе приближались к моим границам, пересекли границы и угнездились в самом сердцевине страны. Сначала советской страны, это был Карабах, это были близкие события, это были войны на окраинах, а потом они стали частью российской действительности, чего стоят две чеченские войны, где я побывал. То есть Россия живет в войне. Человечество не научилось разрешать крупные противоречия никаким иным способом, кроме способа силового. Эти противоречия сбрасываются со спины земли через войны, через пролитие крови. И их сбрасывание во многом является мнимым. Эти противоречия уходят из сегодняшнего дня в завтрашний, они переносятся в завтрашний день. И сегодня многие считают, что мир стоит накануне Третьей мировой войны. И это не иллюзия, потому что я очень часто езжу на Ближний Восток, Иран, Сирия, сейчас бывал в секторе Газа, там все дышит войной, там все насыщено оружием. Там алгоритм перерастания Ближневосточной войны в мировую очень понятен. Бомбардировка Ирана – это удар по Израилю, это удар защитников Израиля по союзникам Ирана, Сирии, Хезбалли, Хезбалли и Хамас, это включение в эту войну главных потребителей иранской нефти Китая и Индии. А Ближний Восток, Большой Ближний Восток, как говорят американцы, он включает в себя, в том числе и Грузию. Грузия уже однажды воевала с нами, и Грузия на пол ныря, в реваншу. Поэтому мы, вокруг нас дышит опасность. И вот не даром я сейчас стал опять ездить по оборонным заводам и следить за тем, как Россия с огромным опозданием перевооружается. Эксперты уже чуть ли не недели считают до начала войны в Сирии. Кто-то говорит там май, апрель, кто-то говорит июнь, может быть какая-то будет, ну я не знаю, сакральная дата, там 22 июня, например. Вы как смотрите, что Россия может и главное должна делать? В Сирии идет уже гражданская война, она идет, начало войны в Сирии, она началась, эта война просто разрастается, увеличатся поставки оружия в Сирию. Но такого рода войны решаются сначала политически, а потом уже через прицел. И если бы не была, например, на мой взгляд, преступная позиция России в отношении насчет Ливии, когда Россия воздержалась, умыла руки и не применила свое вето, свое табу, то военная операция в Сирии в Ливии не была бы развязана. На этот раз русский МИД, русский президент проявили, мне кажется, мудрость и не отдали Сирию на растяжение Совета Безопасности и стоящим за них НАТОвским и Американским силам. То есть нет санкций на ведение открытых боевых действий против Сирии. Это все, что можно сделать? Нет, почему? Во-первых, идут поставки оружия русского, они очень небезосновательные. Если в Сирии оснаститься современными зенитно-ракетными комплексами, то тогда на Сирию не будут предприняты воздушные атаки. Это уже такой во многом оборонный акт. Если сирийская армия, которая участвует в уличных боях, будет оснащена современными методами ведения уличных боев, бронежилеты, новое стрелковое оружие, то я думаю, что эти бои не будут принимать разрушительные силы. Есть мнение о том, что на территории Сирии проникли спецподразделения, в частности, Турция, Катар, может быть, и Саудиты там. А эти спецподразделения, они тоже обучены определенным технологиям войны и обучение сирийского спецназа новым современным способом ведения боевых действий. А наш спецназ научился воевать в гараж. Это тоже помощь Сирии. Но главное, повторяю, это поддержка России, Китая, Ирана. Ну, а если вернуться к событиям в России, совсем недавно вы были участником митинга на Поклонной горе. И после этого как-то прошла серия интервью с вами во многих изданиях. И вы заявили, что во многом своим словом меняются даже человеческие представления. Вам принадлежат какие-то такие философские сентенции, понятия русское чудо, империя, русская душа. Вы считаете, что словом все-таки можно изменить жизнь, представление, заставить человека что-то сделать или отказаться от чего-то? Я думаю, что у слова огромные возможности. Во-первых, все спецоперации информационные связаны со словом. Скажем, дезинформация. Это что такое дезинформация? Это блестящее лживое слово. Это блестящее лживое слово может перевернуть целый континент. Более того, например, искреннее слово, искреннее, живое, огненное слово, которое вдруг появляется в устах правителя. Правителя, от которого никто никогда не ждал этой искренности. А все слышали только одни намеки, умолчания или прямую ложь. Это искреннее слово может преобразить самого человека и вернуть ему доверие народа и нации. Поэтому мне кажется, что сегодня, когда все-таки горячие формы войны еще не подступили к нашим очагам, то войны идеологические, информационные, войны, которые связаны с так называемым информационным или организационным оружием, они во многом основаны на слове. И недаром у Гумилева есть такое стихотворение «Слово». Он пишет о том времени, когда словом останавливали солнце, словом разрушали города, и он предостерегает от мертвых слов. Он говорит, что и как пчелы в улей омертвелом дурно пахнут мертвые слова. Вот сегодняшние правители очень часто изрекают мертвые слова. Чего сказать не скажешь Александр Ильич Лукашенко. Я вот с ним только что провел три часа, у нас была беседа непрерывная. И я поразился тому, как в условиях беседы, не под камерами, не на людях, какой у него яркий язык, и как он умеет складывать из этих огненных слов огненные фразы и огненные смыслы. Поэтому я бы пожелал современным европейским правителям, которые являют собой таких чиновников, людей, рожденных в конторах, в офисах, пожелал бы им учиться у Лукашенко. Сейчас слово во многом исходит из интернета, слово блогера порой поднимает многих людей на какие-то действия. Вы присутствуете в сети? Кстати, слова в интернете очень яркие. И более того, вот эта эстетика новая блогов, она породила новую лексику и научила ораторов или носителей слова, в общем, лапидарным формам. И это обязывает в этих малых, таких молекулярно-лингвистических формах, концентрировать огромные энергии. Поэтому слово интернета, мне кажется, это вообще новое слово языка русского. Опять же, возвращаясь к поклонной. Главная, наверное, огненная фраза там была «нам есть что терять». На ваш взгляд, что терять в России сейчас? Что такое поклонная гора, чем она отличается от болотной площади? А стоит делить вот эти две площади, эти два места? Конечно, они разделены. Если бы они не были разделены, они бы следили в одну, болотную или в одну поклонную. Они были очень разные. Их объединяет то, что там был один и тот же народ. Один и тот же народ. Причем не просто этнический народ, а народ, наполненный одним и тем же страданием, одной и той же болью, одной и той же ненавистью, одним и тем же отторжением власти. Это был один и тот же народ, который предъявлял к власти очень жесткие требования, может, предельно жесткие требования. Но мне кажется, что на болотной площади вот этот вот негодующий, оскорбленный, попранный, в многом революционный народ, он оказался, по крайней мере, на сегодняшний день в руках очень опытных политтехнологов, которые готовы привести этот народ на свержение не просто Путина, хотя Путин для них является плечевоязыцем, и он ненавидим, а сквозь Путина или через Путин, пробит Путина, этот удар может быть направлен на очень хрупкую российскую государственность сегодняшнюю. И болотная площадь, ведая это или не ведая, она по существу ориентирована на срез российской государственности. То есть она является инструментом оранжевой революции. А Поклонная гора была с тем же самым народом, с той же самой измученной русской душой, с теми же самыми сословиями, которые зверились во власть, которые считают, что так больше жить нельзя. Ими двигал страх за судьбу русской государственности. Не за страх, не страх за судьбу Путина, а за судьбу русской государственности. Но поскольку одно с другим соединено и слито, сегодня эта государственность представлена Путиным и Медведевым. Их не расщепить. И поэтому, уничтожая, тотально уничтожая Путина, будет уничтожена и государственность, как это было в 1991 году, уничтожая коммунизм, уничтожили государство, страну в целом. Так и здесь. Поэтому вот это две разные, в этом смысле площади, две разные энергетики. И я был на поклонной горе, и моя была речь в том, что, конечно, власть очень виновата в том, что закипели эти страсти. Но если эти страсти будут направлены на низвержение государственности, бойня будет без берегов. Кровавая бойня в сегодняшней России, где все шатко, все набито противоречивыми. Когда живет ненависть, социальный, нигилизм социальный, это будет очень страшно. А когда нам есть что терять, я думаю, что речь идет, конечно, не о заработках, не о пенсиях, не о шляпах, не о привилегиях государственности. Вы не первый раз участвуете в политических кампаниях. В 1996 году вы были представителем товарища Зюганова. А вот что с тех пор изменилось в вашей голове? Вы разочарованы? Или почему сейчас, в общем-то, вы выступаете за Путина? Я не голосую за Путина. Еще раз повторяю, я не за Путина. Вольно или не вольно. И не за Обаму я. И даже не за Адольфа Гитлера, как это может показаться не странным. Я против оранжевой революции, которая сметет российскую государственность, как она сделала в феврале 1917 и в августе 1991 года.